В Крыму при строительстве трассы Таврида обнаружена уникальная пещера. В ней единственная в России, а может быть и в мире, крупное захоронение животных до ледникового периода, в том числе мастодонтов. Возможно, там есть и другие секреты. Какие, расскажет Евгения Черочкина. Вход в пещеру напоминает глубокий колодец. 14 метров вниз и далее коридоры расходятся в разные стороны, почти на километр. Сейчас под землей работают спелеологи, они исследуют пещеру. Более подробно они ищут основной естественный вход. Ребята, интересная пещера, стоит исследовать. В Крыму нашли древнюю пещеру, а в ней останки доисторических животных, ровесников, динозавров. Эта пещера использовалась как логово для древних хищников. Найдены останки взрослых особей, мастодонтов, предков мамонтов, молодых особей, мамонтенков, оленей, козлов различных, травоядных. То есть все, что хищники, предположительно гиены, гигантские гены, предположительно пока что, могли затащить, там в виде падали. Диана Лозова прячет красный маникюр в рабочей перчатке. Она единственная девушка в команде спелеологов. Ей всего 21 год, а она бесстрашно спускается на глубину в сотни метров. Спелеологам рождаются, ничего нельзя поделать, не страшно. Мы сейчас проходили все ходы, смотрели еще, возможно, какие-то новые ответвления для пещеры. Это еще есть предпосылки, ребята пошли еще в следующий зал, и я уже вышла на поверхность. Пещеру пока называют Таврида. Может быть, у нее появится другое имя, но пока только это. Таврида. Так называется и главная дорога Крыма. Федеральная трасса, которую строят через весь полуостров. При строительстве этой дороги и нашли пещеру, о которой раньше никогда не было известно. За входом, который нашли совершенно случайно, десятки коридоров, которые только предстоит исследовать. Что там под землей, пока неизвестно. В первый же день нашли останки доисторических животных. В подземном лабиринте, который уже явно самый протяженный в предгорном Крыму, может скрываться все, что угодно. Ученые стараются об этом не говорить, но вдруг там может оказаться и стоянка древних людей. Среди останков преобладают кости ног животных, за которые хищники затаскивали их в логово. Именно поэтому, считают специалисты, остальные части скелета отсутствуют. Сейчас все находки для изучения переданы в Крымский федеральный университет. Мы сейчас сделали только спасательную операцию и предварительное определение. А потом, конечно, уже при более подробном изучении мы установим точную датировку и виды этих животных. Кости зверей, предположительно, хранились под землей более 500 тысяч лет. Сама же пещера, по мнению специалистов, сформировалась еще раньше, благодаря некогда бурному руслу подводной реки. Пещера образована напорными водами, то есть в пещере текла река, был естественный вход этой реки. Потому что дно это глина, песок, обычное русло речное. Для детального изучения пещеры в Крыму создадут специальную комиссию. А вот строительные работы на участке, где она была обнаружена, на время приостановили. Такого строители дороги еще не встречали. Евгения Чирочкина, Денис Погорелый, Александр Сафонов. Вести Крым.